Задавали один вопрос интересный. Что такое вечная Тора? К чему это? Я хочу его немножко продублировать, повториться даже, чтобы вы услышали часть ответов. На самом деле нету человека, кто вообще вам полностью расскажет, что такое Тора. Ее в русском языке или в английском языке или в других языках перевели как закон. Некоторые говорят, Тора это Ветхий Завет, но на самом деле это не то и не другое. Есть в Торе. Тора это составная духовных, моральных, интеллектуальных, человеческих, самых физических, всех законов вместе. И что самое важное нам понять, что большую часть Торы мы вообще не знаем, что это. И это какая-то духовная составная, которая влияет на все творение, как кровь влияет на тело человека. То есть можно назвать Тору кровью всего творения. И когда Господь сотворял это все, Он сделал вот эту вот Тору, свои какие-то духовные законы, частью всего. Одна из вещей, которая нам доступна, это управление всем творением по принципу мера за меру. И мы там и здесь встречаем подобные вещи в Торе. Допустим, зуб за зуб. Помните такое выражение? То есть ты кого-то обидел, тебя обидели. И совершенно Тора не претендует на то, что если тебе случайно или умышленно выбили зуб, ты должен то же самое делать. Зуб за зуб это тебя должны правильно компенсировать. Ты сделал кому-то добро. Послание евреям учит нам, что воздаяние таковым добро. И Ешуа повторяет этот же самый концепт мера за меру постоянно. В одном из своих учений он говорит, какой мерой умерите, такой вам будет тоже отмерено. Именно поэтому нам очень важно понимать, что этот принцип, он существует, он балансирует Писание. И когда мы делаем что-то доброе, это не значит, что нам Бог вот прямо воздает. То есть, ну да, конечно, косвенно Бог воздает, но по сути система, которую он сотворил, она воздает нам добром. Или когда мы делаем что-то плохое, система эта, которая пропитана вот этим принципом мера за меру, все сбалансировано. И когда мы грешим, то мы получаем возмездие или мы ссылаемся на кровь жертвы, которая тоже балансирует, потому что жертва как бы получила за то, что мы сделали не так. Этот закон, он существует. Понятно, что Бог суверен, и он может вступать в действие, когда он хочет, особенно когда его дети вопиют к нему день и ночь. И в таких случаях иногда нарушается течение стандартное, нами понимаемое. Может оно и не нарушает какие-то духовные законы. Еще, само собой, Тора, она включает целый ряд разных постановлений. Их называют мишпатим. Мишпатим это такие уставы, которые общечеловечески принятые. Допустим, не убей, не укради, не обижай, не завидуй, не желай жену чужого, храни свой брак. Это вещи, которые приняты, и они приняты не только в Израиле, они приняты во всех народах мира, ну более-менее, в том или в другом формате. Я не говорю сейчас за какое-то дикое племя, там, где поедают погибшего или убитого врага. Есть законы непонимаемые, их называет писание Хукот, простите, Хука. Тоже переводится от слова Хок закон, но интерпретируются непознаваемые. Таких целый ряд, и это значит, что Бог повелевает их исполнять людям. Но мы не всегда включаемся, понимая, к чему это. К примеру, дам пример. Не убей, все понятно, почему нельзя убивать, но вот соблюди день субботний. Почему именно субботний, а почему не воскресный? То есть здесь мы не до конца понимаем. Или другой пример Хукат. Помните, в Торе описана жертва красной телицы. И почему красной, почему не коричневой, почему не белой? Может, более логически белая, она вроде чище. А почему она должна быть однолетняя, а не трехлетняя? Почему это должна быть женский род, а не мужской? То есть есть целый ряд вещей, которые нам сложно понять. Но вот здесь есть одна такая интересная привилегия, в которой по милости Господа, это мы не выбирали, мессианские евреи оказались, потому что многие из нас пришли к вере, изучая труды христиан. Я имею в виду из евреев мессианских, потому что многие из нас не владели или плохо владели евритом, и читали то, что могли, и Господь постучался в сердце. И потом мы стали изучать свою историю и окунулись как бы и туда, и туда. То есть и там, и здесь есть какое-то понимание, не говорю о совершенном понимании, все мы далеки от совершенного понимания. Но когда ты знаешь Новый Завет, то вопрос хукат или непонятного устава, касаемого красной телицы, ты вдруг получаешь объяснение. Спроси в Израиле неверующего в Ешуа человека, что ты думаешь, как понять хукат, он не пояснит. А вот послание евреям очень четко этот вопрос раскрывает, говоря, что подобно жертве красной телицы, Ешуа был выведен за стан, и там совершил жертвоприношение. И как хукат, красной телицы, пепел красной телицы, и он очищает человека от самой страшной нечистоты, подобным образом драгоценная кровь Машеха, Мессия Ешуа, очищает нас от всех-всех грехов. То есть некоторые вещи нам, как мессианским, стали более понятны. Но я возвращаюсь назад к Торе. Короче говоря, Тора – это вещи, которые мы понимаем, но там намного больше вещей, которые мы не понимаем. Единственную вещь, которую я приглашаю вас запомнить, вещь, которая очень ясна – мера за меру. Все в этом мире взвешено мера за меру. Человек делает так, делает по-другому. КОНЕЦ